Виктория, если вы читали, надеюсь, вы читали анон, занимается множеством интересных вещей и гендельными исследованиями, и кино, и рома в Чехии, кинотерапии, психологии. Ну, когда-то занималась психологией. В общем, на пересечении всех этих дисциплин и интересов будет, наверное, наша лекция сегодняшняя, но посвящена она более конкретной теме, о том, как формировались образы женщин, да, и презентации, репрезентации, прежде всего, а и что с ними стало сегодня в социалистической Чехии, как они формировались на примере фильмов-сказок, которые кто-то из нас точно смотрел в детстве, а кто-то из вас смотрел, может быть, и уже вот в той жизни, в которой вы сейчас живете. Вот, но я вспоминаю просто эти сказки «Три орешка для Золушки» с большим вдохновением представить не могла, что там происходило домашнивание женщин. Вот, и об этом мы сегодня узнаем. Вы уже видите, что у нас есть анкетки, мы просим их заполнять, чтобы как-то ориентироваться в ваших интересах и в нашей аудитории. После лекции у нас будет дискуссия, дискуссию будет модерировать, вести Ирина Саламатсина, которая занимается гендерными исследованиями, и она исследователь, и ученый, и эксперт, вот, с большой специалисткой по этим вопросам. Ну и сейчас слово Виктории Шнинг. Во-первых, я хотела бы поблагодарить за приглашение, мне приятно представить этот текст из книжки, которую я сейчас делаю. Книжка, на самом деле, в одном предмете, которым я занимаюсь уже несколько лет и очень хочу заниматься дальше, это то, что называется история социальной науки. Может быть, это не звучит очень заманчиво, но мне эта тема кажется очень важной, и не только относительно страны Шеграда, но и стран постсоветского блока, потому что для меня это такой шанс, да, то есть воссоздавать то, что происходило, и в первую очередь увязывать историю идей с историей практик, да, то есть с историей политики. Почему мне это кажется важным? Потому что, мне кажется, одна из основных проблем того, как люди на постсоветском пространстве выстраивают свои представления, это некий волонтаризм, какая-то псевдосвобода выбора своих убеждений, своих каких-то аффилиаций идейных. Когда мы думаем, что мы можем быть либералами, можем быть левыми, можем быть такими, сикими, и мы не всегда рефлексируем, а почему мы такие, да, а что будет, если мы будем такими, и с кем мы будем, и куда мы попадем. И вот эта множественная аффилиация, да, постоянно, отождествление себя с неким, постоянное стремление попасть в некую группу, соответствовать ее идейным ожиданиям, довольно опасная штука, которая на самом деле приводит к таким вещам, что мы просто утрачивали способность принимать, почему мы в это играем, да. И вот именно то, чем я занимаюсь, а и занимаюсь я именно историей социальной науки в преломлении к сегрегации ромов, или нехорошее слово для меня, но более понятное для аудитории цыган, мне это кажется важным. И гендерами я не сильно занимаюсь, на самом деле гендер для меня лакмус, который очень четко показывает, что происходит на стыке навыки и общественного мнения, что происходит вот в этой социалистической среде, отличительной чертой, которая является удивительное совпадение идейных устремлений ученых и публики, да, то есть то, что, например, на Западе невозможно себе представить, чтобы ученые соглашались с общественным мнением, да, исследовали или теоретизировали его, это до сих пор отличительная черта постсоциалистического пространства, не скажу только постсоветского, а поскольку я ученый, поскольку я одновременно нахожусь в практике, для меня это очень важно. Вот, и тема, почему телесность и сексуальность, потому что, действительно, в Чехословакии была важная вещь, не только в Чехословакии, но и в Польше, в Венгрии, и публичные кампании со стороны власти с конца 50-х годов очень активно начинают устроить самые разные политические маневры относительно того, что они хотят сделать с женщинами, опираясь на распространенное представление о сексуальности, телесности и даже меняя эти представления самыми разными способами. И интрига сегодняшнего выступления, она и для меня интрига, у меня нет ответа на этот вопрос. Вот эти чудесные фильмы, которые очень любят чехи до сих пор. Один из них это триаришки для Золушки, два других, которых мы будем говорить, отрывки будем смотреть. Это фильмы того же режиссера. А как они в это во все вписывались? Они поддерживали эту кампанию, которая проводила власть, манипулируя мнением женщин и мужчин относительно того, что такое сексуальная женщина? Или они наоборот иронизировали над этим? То есть я вам предлагаю просто следовать за какими-то вещами. Ну и для меня самое интересное, что я хотела бы, наверное, сегодня показать, это, собственно говоря, почему так важно обращаться к прошлому. Я не нашла лучшего перевода термина, который очень любят современные историки, так называемые толстые описания. Мне очень нравится слово толстые, мне кажется, и нажористые, посыщенные описания, это более точное, потому что это именно то, чего мне не хватает на постсоветском пространстве. Это, наверное, главная отмечительная черта социальной науки в Восточной Европе от постсоветского пространства. В Восточной Европе сейчас все ударены в истории. Всем очень важно понять, что происходило. Не только анализировать дискурсы без вносительных контекстов, практик и политик, очень важно понимать, почему именно такие дискурсы именно так развивались. И мне кажется, в определенном смысле тот кризис, так гуманитарная катастрофа умов, который происходит вокруг, например, российско-украинского конфликта, поскольку у меня русское гражданство и российское гражданство, я до сих хор более-менее стараюсь уследить за этими событиями. Мне кажется, это связано и с тем, что мы утратили, не обрели, не можем угрести вот эту способность выстраивать вот эти сложные, нажористые, насыщенные описания. И, собственно говоря, как это происходит, я вам хочу показать на примере темы, которые будут достаточно, наверное, нейтральны, а может быть, совсем нейтральны. И с этой точки зрения, что такое представление о социалистическом прошлом и его влиянии, да? Что это всегда начинается либо с демонизации, либо с сакрализации этого социалистического прошлого. Причем иногда в сознании присутствуют обе тенденции. Мы можем демонизировать социалистическую и советскую власть, сакрализировать тех, кто боролся против нее. Мы можем сакрализировать какие-то практики того времени и демонизировать то, что с ними стало. Но в любом случае это два процесса, которые напрочь исключают какую-либо возможность выстроить рефлексию относительно на связи совершенно рациональных устремельных власти, которые отличали социалистические государства с тем, как они манипулировали население для того, чтобы добиться каких-то определенных результатов. Следующий момент тоже значимый в понимании как бы вот всего, что происходило в социалистическом, да? Мы очень исключительно рассматриваем социалистический период, мы никогда не связываем его с тем, что было перед этим. А если мы и делаем какое-либо связь, то обычно это такая негация, да? Мы говорим, раньше было иначе. Пример Чехословакии очень хороший. Все, что случилось после 48-го года, после коммунистического переворота, шло против того, что было в межвоенный период, межвоенный период, это золотой период чешской истории, да, и Чехословакской истории, это первая республика, это полная идеализация и так далее и тому подобное. Я думаю, что на территории Советского Союза можно найти такие же вещи, но это самый простой пример, есть и более сложные примеры того, что мы социалистический период исключаем из истории, мы сосредоточиваемся на разрывах, на том, что отмечает этот период, вместо того, чтобы искать какие-то преемственности, контексты и объяснять его как неизбежную стадию развития человека. И, соответственно, следующий момент, мы очень мало знаем о нашей истории в терминах института. То есть, поскольку я занимаюсь темой сегрегации ромоков, темой сегрегации ромок — это в первую очередь помещение ромок в самые разные учреждения, мои коллеги более старшего возраста знают об этом только с 60-х годов. Они, например, в первую декаду статистического периода, они просто не знают, что с ними происходило. То есть мы не знаем эти институциональные рамки. Если вы обратитесь к текстам, которые касаются политики охраны детства и семейной политики в Советском Союзе, то то же самое. Очень авторитетные американские авторы, которые я читал, они могут спекулировать и догадываться о том, что происходило при Хрущеве, при Сталине и так далее, но очень мало факторов. Есть объективные причины, есть субъективные причины, определенные мифы, которые легче теоретизировать, чем разоблачать. Но тем не менее, мне кажется, что вот эти три фактора образуют так называемую вторичную клею, или вторичный пост-депенденс в том смысле, что мы не можем перестать думать об этом так, как мы думали тогда, когда это было. Мы думаем о том периоде, о нашем прошлом, в тех же категориях, в которых об этом думалось в тот период. Мы не можем на это посмотреть со стороны. Наша рефлексия не включается. И, соответственно, моя задача, как следователь, состоит в том, чтобы на самых разных примерах находить разные теоретические рамки для выхода, для критической перевизии, если говорить по-английски «Castepatche», если у вас «Castepandence», то «Castepatche», выход из этой колени. И, естественно, это простые вещи, которые очень сложно сделать. В первую очередь, например, достаточно сложно просто восстановить эту институциональную историю. Я начну с того, что написано внизу. То есть, пойти в архивы, начать читать, сталкиваться с тем, что просто нарушает твое представление, разрушает и деконструирует твои какие-то идеи, и даже дискурсия. Историк – это тот, кто постоянно нипатически рефлектирует, как у вас в кампрах, очень хороший американский историк, занимающийся историей травмы, что такое нипатическая рефлексия, когда ты разрешаешь себе деконструкцию собственных убеждений, когда ты понимаешь, что это неизбежно, если ты сталкиваешься с этим прошлым. Следующий момент, наверное, самый болезненный для постсоциалистического пространства – это распознавать те периоды и те практики неминуемого обслуживания интересов большинства. Когда ученый, по сути, занимается просто теоретизацией каких-то общепринятых представлений, когда тот, кто должен был бы сохранять независимую позицию, начинает работать в пользу определенной группы. Хотя, в общем, многие современные социологи пишут о том, что это удел любой теории, рано либо, значит, обслуживать интерес какую-либо группу. Но просто одни теории начинают делать с самого начала, а другие теории начинают делать чуть попозже. И вот этот зазор временной чуть попозже дает нам шанс на какую-то рефлексию. И, естественно, встраивать историю в контексты исторических предыдущих этапов и вообще играть с делением истории на периоды. То есть в своей практике, например, я очень часто избегаю деления, например, межвоенного периода от протектората, потому что в отношении политики цыган очень мало что изменилось после того, как наступил протекторат в 1939 году и власть и Чехия была присоединена к нацистской Германии. Более того, например, консулки ряд для ромов трудовые были организованы в 1934 году. И когда просто пришли нацисты, им было очень легко уничтожить всех ромов, ну, более, скажем так, быстро их уничтожить, по той простой причине, что они уже все были собраны. То есть вот такого рода примеров страннее, когда ты играешь с периодизациями, потому что ты будешь какие-то иные критерии, это тоже важно. И один из критериев, очень вызывающих для людей не подготовленных, не посвященных, не входящих вложек критиков Евгеники, это встраивать все в рамку Евгеника. Почему Евгеника? Ну, в Чехословакии это вообще великолепная вещь, потому что Евгеника в Европе это была сила, которая просто институциализировала то, что мы называем социальной помощи практической психологией и так далее и тому подобное. И самое главное, что Евгеника активно участвовала в строительстве нации и люди, которые причисляли себя к Евгенике, те, которые занимались этим, это были, ну, самый, какой цвет науки, цвет интеллектуальной элиты. И воспроизведение евгенического дискурса, который происходил в социалистический период, в том числе и происходило благодаря приветственности вот этих вот академических лиц. И когда мы говорим Евгенике, обычно такой простой всегда образ всплывает, да, это консульгеря, эксперименты над людьми, это доказательство того, что есть люди, имеющие право на жизнь, есть люди, имеющие право на жизнь. Но вся проблема Евгеники состоит в том, что в основном Европа распространялась так называемая позитивная или ассимилитивная Евгеника, это была модель, разработанная французскими учеными, заимствованная потом очень многими другими странами, в том числе и Чехословакии, которая очень любила отстраивать свои идентичности с Францией вопреки навязанным идентичностям с Германией. И ассимилитивная Евгеника, это была Евгеника как наука о здоровом образе жизни, о правильном образе жизни, в котором нет места курения, алкоголю, ассимилитету и так далее, в котором люди ведут себя так, чтобы они рожали здоровые детей, воспитывали здоровые детей, жили как можно дольше, сохраняли свой вот этот вот здоровый пациент. И ассимилитивная Евгеника сыграла огромную роль в строительстве наций с точки зрения институциализации наций, с точки зрения охраны здоровья наций, с точки зрения образования наций, с точки зрения языка. И вот в куче в Словакии это был язык, как проявление здоровья, то есть здоровый человек говорит на чешском языке, потому что это правильно, это сохраняет моральное здоровье, в отличие от чехов, говорящих на немецком языке. И вот с элитивной Евгеника вроде бы все хорошо, здорового по жизни, правильные цели и так далее, ничего плохого в этом нет. Но все проблемы в том, что в практике, когда они начинали заниматься и внедрять в все эти вещи, они сталкивались с теми категориями веселения, которые не хотели жить здоровым образом жизни. Просто. И вот тогда начинались игры и заигрывание двух плюсов Евгеника селективной, негативной и симулятивной. И по сути все институты специального образования, социальной помощи, поддержки населения, общественного здравоохранения все выстраивались на типизации, на такой шкале от тех, которых еще можно изменить, просто нужно изменить их образ жизни, до тех, которые имели плохую наследственность, да еще раз видны неправильные условия, и которых ничего не остается как-либо подвергнуть специальным медицинским процедурам, чтобы они не размножались, либо уничтожились. Вот эта шкала, она показывает, что у Евгеники есть просто две стороны медали, но это всегда селективная и семейтивная сторона, и одной стороной не обойдешься. Собственно говоря, и немецкая семейная политика, времена нацизма, это была семейная политика, которую он в эти полиции совмещал, как бы мы ни думали о том, что в Германии, наверное, у него нацизма работал только селективный Евгений, так и тоже не прав. Это просто что мы представляем. Мой коллега Мариус Турд, это очень известный историк, который занимается историей Евгеники, он, условно говоря, как-то так покорректнее выразится, он очень хочет исследовать Евгенику в Советском Союзе, но, к сожалению, на данный момент это практически нереально по одной простой причине, потому что нет доступа каши. То есть это очень сложно делать, в отличие от других стран, но я думаю, что если обратиться к этим результатам, мы собраны чуть-чуть, мы можем увидеть, что не только в Социалистической Чехословакии, или Венгрии, или Польше Евгеника имела такие масштабы, но и даже в Советском Союзе мы можем отслеживать воспроизведение генического дискурса, несмотря на официальный запрет генетики. Самое главное, что в Евгенике происходит вот это отождествление морально оправданного поведения с естественным поведением. Что люди, когда они ведут себя естественно, когда у них есть возможность вести себя естественно, они ведут себя морально. Чуть дальше, если вы приводите такой пример, один из публичных мифов, европейских мифов относительно сексуального поведения женщин, это то, что девственность – это да, и если девушка выберет правильного мужчину, принесет свою девственность, да, то все будет хорошо. Это естественное поведение, и при этом это проведение оправданное моралью людей. Это один из таких вариантов, которые мы можем проиллюстрировать в связку морально оправданного естественного поведения и то же самое сексуальности. Ну и естественно, Евгеника – великолепная штука для работы с гендером, с феминистскими студиями по той простой причине, что она очень сильно разворачивает ракурс критики феминизма. Почему? Как и любое другое политическое учение, феминист заигрывался Евгеник. Не мог не заигрывать по той простой причине, что в 30-е годы все думали гигиенически. Нельзя было думать иначе. И продвигать феминистские идеи, продвигать первенство женщин, видерство женщин можно было только при условии, что ты принимал идею утилитарной игры в здоровье. Чешское движение «Сокол», в котором было свое женское отделение, это движение «За здоровую нацию», это было одно из первых феминистских объединений в Чехии. До сих пор не отрефлексирована вот эта связь Евгеники и феминизма. До сих пор ведется огромная дискуссия, до какой степени Евгеника это влияло на первую и вторую волну феминизма. И один из таких очень жестких поинтов в этой дискуссии это то, что все, что мы считаем правильным в отношении помощи женщинам, было сформировано с точки зрения евгенической парадигмы и с точки зрения контроля за женщинами. То есть как бы мы не провозглашали естественность, морально оправданность поведения женщины, все равно это говорит общество, и это общество находит способы контролировать поведение, которое в эти рамки не вписывается. Это социальные службы, которые придумывают в самых разных странах и были за это заточены. Но и вот, как я уже говорила, до сих пор, к сожалению, феминистские студии не отличаются в той последовательной критико-легенических идей, как, например, студии детства или студии инвалидности. Цели лекции понятны, я просто хочу вас позвать в это упражнение историческое и продемонстрировать вам возможность, если коротко говорить, зачем людям, которые не исследуют, не активисты, не считают себя феминистами, это просто зрители, просто интеллигентные люди, просто искушенные любители кино, зачем им вообще возможно все это знать? То есть, стоит ли этим вообще забивать себе голову, не стоит ли смотреть на хорошие фильмы иначе, не включая вот эти все исторические реминесценции, контексты и так далее. И на это у меня есть только один ответ, это ответ одной моей студентки, когда я спросила, какие фильмы она манипулирует, и она очень хорошо мне сказала, я это совершенно не ожидала слышать, она манипулирует все эти фильмы, о которых они не знают, почему они были сделаны. То есть, это был вариант, который, ну, я, наверное, какое-то время молчала, потом сказала, что значит, почему они были сделаны? Она сказала, что интересует обслуживать? Я говорю, а любой фильм обслуживает, что-то интересно, говорит, несомненно, иначе бы где бы нашлись средства, возможности и так далее, да, и кто бы стал смотреть, если бы это было бы на интересах. И, собственно говоря, наверное, вот это та самая интрига, о которой я говорила, зачем снимались эти фильмы и как они работают. Немножку о методологии, что я анализировала, чтобы сделать то самое наживистое описание. Я слушала радио, я читала самые разные газеты, популярные журналы, научные журналы, и одновременно я смотрела фильмы, просто чтобы восстановить исторический контекст, о которых мы говорим. И вот если возвращаться к теме Евгеники, Евгеника утверждала идею одомашнивания женщины, поскольку женщина обладает такими инстинктами, которые могут быть как источником сверхъестественной силы, так и источником или тем самым даром, который женщина может принести во главы или во вред обществу. И, соответственно, одомашнивание женщины это та самая социализация, которая превращает женщину в нечто полезное, вносителя очень важных, полезных качеств, более того, уникальных, полезных качеств, которых больше никто делать, носить не может. Как случилось, что вообще вот эта тема получилась? Я просто смотрела журналы, и я заметила, как происходит постепенно сексуализация образа женщины в журналах, которые предосвещены Евгении труда. То есть, если вы посмотрите на картинку 1957 года и на картинке 50-10 лет, вы увидите, что совершенно разный посыл относительно женщин. В 1957 году эта женщина, которая обременена домашними делами и потому не может хорошо работать в середине 60-х годов, это Франс-Росиф, который не мог себе представить во что превратится его идея ранних подъемов и так далее. И во что превратится женщина в социалистический период. То есть, это совершенно другой посыл, который меня заставил загнуть. Это официальный журнал, посвященный к преждению труда. Почему на 10 лет случается такой существенный скачок в представлении женщин? Одна и та же тема – безопасность труда и отношение работников мужчин к работницам женщин. Мы можем увидеть, как меняется вот этот момент той самой сексуализации образа женщины и насыщенности этих отношений, как они по-другому начинают это представлять. А поскольку сфера труда, сфера, в которой всегда женщине места почти нет, то начинаешь думать, а в чем же была суть политики, что же начинало происходить. Происходить начиналось следующее. Меняется политический режим. Советский Союз навязывает в конце 50-х годов в Чехии нового президента Навотлого. Народ его не принимает, несмотря на то, что Навотлый вынужден начинать либеральные реформы в сфере экономики, потому что иначе страна приходит к крафту. И вместе с непринятием нового президента, вместе с непринятием экономического кризиса начинается рост женского сопротивления. Самые разные отчеты из внешних экспертов фиксируют на самых разных территориях Чехословакии вот эти бунты женские, которые принимали очень дикие формы, как их описывали в прессе и как их описывали внешние эксперты. То есть в первую очередь кризис относительно женщины интерпретировался как более дикое поведение женщины, с которым надо было справиться. начинается постепенное вытеснение женщин с сферы труда, которое происходит несколько позже, чем, например, в Америке, да, не сразу после Ваня, спустя 15 лет, потому что, как бы, в рамках с географической ситуацией и так далее. Кодекс о труде начинает ограничиваться возможность женщин работать в ночных условиях, работать в сложных условиях. И вот опять-таки, как бы, визуализация того, насколько женщине не подходит самый разный труд. А исследования шли еще дальше, говорили о том, что, например, работа в школе, работа женщины-врача, это работа, при которой, например, случаются чаще выкидыши или еще что-то, то есть исследования, и вообще доходили до идеи о вредной роли труда в миссии женщины-мать. Первый контекст, политический, это легитимизация режима за счет того, что происходит как бы вот возвращение женщины назад в сферу дома, в сферу семьи. Необходимость регулировать рабочую силу, когда женщин становится работающих слишком много. А дальше начинаются самые разные контексты, которые касаются еще демографической ситуации, очень тяжелой и сложной, которая, в общем-то, на протяжении всего социалистического периода числова не была радужной. Единственное, чего удалось добиться в очень короткие рекордные сроки, это сокращение детской смертности, но с точки зрения абортов, с точки зрения рождаемости, с точки зрения заболеваний среди молодых женщин все это действительно как бы составляло определенную проблему. И решением, которое видится на годному, проводящему либерализацию экономики всего, становится фамилиализация, становится возвращение женщин в семью и нагружение их ответственности из воспитания детей. Отдельную тему составляет тему абортов. Не только в Чехословакии, но и в Венгрии, и в Польше очень резкий рост абортов, причем не только официальных, но и неофициальных. Несмотря на наличие комиссии абортивных, разрешение которых давало женщине возможность сделать аборт, количество абортов было очень высоким. То есть это официальные показатели. Я думаю, что реальные показатели могли быть еще выше. По крайней мере, до того, как начали пропагандировать гормональные контрацепции. И от этого становится распространение гормональной контрацепции. И это достаточно новая форма поведения, в которую вовлечь женщин оказывается очень сложно. И первая массовая кампания использования женской сексуальности и привлекательности как раз и приходится на распространение гормональной контрацепции. Каким образом это делается? Это делается очень легко. Это делается на антитезе, как средства массовой информации, которые очень много пишут о женщинах, приходящих на абортивную комиссию, представляют женщину, которая сидит в учитальном разрешении набор, и как те же средства массовой информации представляют женщину, которая пользуется контрацепцией. Как они описывают не выгоды, а те самые заманчивые последствия того, что женщина будет пользоваться таблетками, и она станет более привлекательной, и она станет более соответствующей имиджем того времени, а не тендер. Это прямая цитата. Причем это был женский журнал с соответствующими картинками. Просто, к сожалению, я не могла сделать копию этого силуида женщины, потому что это не очень хорошего качества, но силуида был соответствующий, который прошел первую статью. И вот вот это резкое противопоставление двух имиджей, сексуализация желательного поведения и асексуализация, непривлекательность того самого нежелательного поведения – это только первый шаг того дискурса, который начинает строить власть. Потому что следующий шаг – это шаг женской независимости, что пользоваться гормональной контрацепцией – это значит сделать себя независимой. Очень много средств массовой информации начинает участвовать интервью с девушками, приходящими на рапорт. И эти интервью показывают, что женщина это допустила только потому, что она зависела от оценки своего партнера, от того, что ей говорили родители. А вот если бы она пользовалась гормональной контрацепцией, то все будет хорошо. То есть эта тема независимости – это второй момент, который начинает работать как бы в этом дискурсе. Естественно, третий момент, который был очень сильным – это был дискурс прогресса. Что современная женщина – это та женщина, которая сама принимает решения, когда ей иметь ребенка, когда ей ребенка не иметь. Но это была не единственная компания, которая работала с имиджем такого рода. Следующая компания, которая происходила в то же самое время, это была борьба за ношение защитных шапочек, за решение, я не знаю, как это назвать. И вот тоже можно увидеть вот эту разницу в том, что борьба велась давно. Женщины на работе пренебрегали правилами безопасности, и травматизм среди женщин был достаточно высокий. Но можно увидеть разницу из того, как плакаты, которые вывешивались на производстве, представляли эту женщину, которая ведет себя ответственно. Вот такая женщина без парика, без шапочки. Естественно, говорит, у меня есть эта шапка, но я на нее надела парик. Да, я заметить хотела вам сказать, что это был польский плакат, который чехи перевели и очень активно использовали. Это еще один миф о том, что вся чешская пропаганда в сфере безопасности труда базировалась на карикатурах советского каркодила. Это не правда. Более того, как были социологические исследования, которые сравнивали эффективность пропаганды, построенную примерно позитивных, нумеристических сценариев, построенную негативных сценариев, как в Советском Союзе, и какие исследования убеждают, что это прямо лучше. То есть вот этот тот самый момент либерализации, вот это десятилетие наводного, когда с либерализацией экономики, с либерализацией культурной жизни и всего остального, и способы манипулирования были совершенно другими. То есть они не типичные социалистические, они иные. И я не оцениваю позитивно этот период ни в коей мере или негативно. Это история, которую не так стоит оценивать, но это разрушает наши мифы, и это очень многое объясняет роли вот этого социалистического периода в современной жизни чешского общества. Так, значит, шапочки. Вот этот имидж, который был проект по заимствованию правильной, привлекательной шапочки, которую сделали американцы. Вот они показывают, насколько привлекательно выглядит девушка без шапочки, как она ужасно выглядит, когда она надевает нашу чешскую шапочку, и как нам важно делать вот такие правильные вещи, потому что женщина должна выглядеть на работе привлекательно. Это не только ее права, но и ее обязанности. Здесь мы опять встречаемся с этой идеей сексуальности поведения, естественности, правильности этого сексуального поведения, и одновременно независимости, что женщины могут выбрать. Вот здесь очень интересный пример, что происходит фиксация того, что женщина должна выбрать и решить, и симпатичные девушки это делают, но тут есть еще и мужчины с длинными волосами, которому бы тоже не по пределу предложить такую женскую шапочку. То есть понятен юмор, который фиксирует определенную фемильность как нормативную черту, присущую работающей женщине, и которая не нормативна для работающего мужчины. И вот эта шестеренка евгеническая, которая объединяла в себе независимость, естественность и прогресс, и которая при этом оправдывала это все утилектарными интересами, согласованными интересами индивиду общества и государства, она определенным образом как бы мопировала практически все общественные компании вокруг женщин. И то, что женщина должна сидеть с ребенком при поле. То есть исследование привязанности, роли привязанности, которые получили распространение в Чехии, потом были переведены на польский, русский язык, и в общем-то я как аспирантка, психолога читала чешских авторов привязанности в первую очередь, потому что было обязательно чтение, даже уже в советский период. То есть эта шестеренка работала в очень много, в многих как бы сферах, в очень самых разных компаниях, которые вокруг женщин как бы происходили, и происходили в достаточно длительный период, более 15 лет, и были оправданы интересами власти, совокупностью этих интересов, и они были успешны. Женщины перестали делать аборты, женщины стали пользоваться гормонами контрацепции, женщины стали больше рожать. Есть выражение в Чехии «поколение Кусаковских детей», это когда наконец в начале 70-х годов произошел таки этот бум, рождаемости несколько лет он повторялся до конца 80-х годов. То есть вся эта пропагандистская машина она сработала. Одновременно, естественно, мы не будем говорить о новой волне, да, мы не будем говорить о фильмах Формана, например, «Любовь Бонзинки» или фильмы «Вер Хитиловой». Я не знаю, как это ли, фильмы «Горитки»? То есть это были фильмы, которые четко работали против пропагандов. Но вся проблема в том, что эти фильмы не показывали чешским зрителям. Они знали, зрители за рубежом, эти фильмы выигрывали какие-то конкурсы, но чешские зрители их не смотрели. Более того, даже те, кто мог смотреть, не могли читать критические отзывы, которые не могли быть напечатаны в чешской прессе. И поэтому, хотя чехи гордятся этими фильмами, но для них они не выполнили ту функцию, которую мы могли себе представить, что они выполняли. Нет, к сожалению, нет. Но вместе с тем, совершенно другие фильмы, которые поддерживались правительством и которые были очень популярны, были очень качественны, они транслировали очень последовательно определенный образ, определенный сценарий. И я бы даже сказала, собаку из паттера женского поведения. И это был жанр, так называемый, сайс-комедии или крэйз-комедии. И это жанр сказок. Или микс, вот этот, собственно говоря, как бы микс сказки и крэйзи-комедии. Это такая отличительная черта Ваксового Орличка, он у тех пор жив. Более того, я даже собираюсь задать ему один вопрос, походу я скажу, какой у него есть. Он снял очень высокий фильм. Я выбрала три, наверное, самых простых для анализа, которые еще и были сняты один за другим. И они вписывались, они шли на пике вот этих всех публичных компаний, да, определенным образом. И здесь вы можете увидеть рейтинг популярности этих фильмов сейчас в Чехословаке, в Чехословаке. То есть эти фильмы до сих пор популярны. Люди их цитируют. То есть они разобраны на цитаты, и как бы все знают, о чем это, и у всех было есть раскадровка этих фильмов. Никаких проблем как бы с воспроизведением, потому что такого нет. Если ты едешь в автобусе, в котором есть развлекательный такой портал, ты можешь смотреть фильмы, все эти фильмы там, ты можешь выбрать и посмотреть. Более того, я часто вижу, что чехи смотрят эти фильмы даже в автобусе, когда они могут смотреть и Гарри Поттер, и еще что-то они выбирают в свой фильм и делают это. Но эти фильмы, несомненно, продолжают играть определенную роль, и все они сделаны в определенном клише, или по определенному клишированному сценарию. А именно главная героиня он осуществляет переход из темного царства в светлое будущее. Осуществляет его совершенно определенным способом. Естественно, это светлое будущее, ну, при Орежке для Золочки это несколько иное, но в принципе в теме Варличка это всегда социалистическое будущее, хотя он рисуется очень нерадично. И Варличек не был большим сторонником как бы именно такого типичного классического социализма, но тем не менее в любом случае это какой-то прогресс по сравнению с тем темным прошлом, в котором женщина находится. И вместе с тем, отличительной чертой этого перехода становится сексуальная инициация. То есть в одном из фильмов это будет просто напрямую показано, в другом из фильмов мы понимали с чехами, исходя из контекста того фильма, который как бы был без всяких количеств, рассказом о утрате девственности как средстве перехода в правильный социалистический мир. И что интересно в этих фильмах, это то, как постепенно происходит усиление вот этого противопоставления и идеологизации этого темного прошлого, потому что если вы посмотрите первый фильм «Девушка-манифе», это просто мир чудиков. Да, это мир вампиров, это мир таких немного страшных волшебников, но это мир, который не кажется идеологически неправильным, он просто другой. И в нем не очень комфортно по одной причине, потому что главной героиней Саксане в этом мире надо провести очень-очень много лизопартов, чтобы стать настоящей ведьмой. И это ее не устраивает, она уже хочет это сделать все побыстрее, освободиться от школы и вступить во взрослую жизнь. То есть это главный мотив, который заставляет эту девушку искать путь в мир людей, куда она и попадает в качестве совы. «Единственный способ попасть в этот мир людей – это превратиться в животное, которое находится в зоопарке, директор зоопарка в качестве подарка приносит к своему 20-летнему сыну. Ну а там уже, естественно, она превращается в девушку, потом она ему демонстрирует возможность превратиться в курицу, корову и так далее, и он ее оставляет. А дальше начинаются самые разные перипетии. Это как бы Пабло одного фильма, но сейчас мы сосредоточимся именно на этой идеологизации. Золушка, если вы знаете, дом, в котором живет Золушка, жил ее отец, это старый чешский замок, очень такой непрезентабельный. А вот «Дома принца» – это немецкий замок, очень известный, очень красивый. И там, конечно, в «Трех Орешках для Золушки» вот эта визуализация темного царства, светлого царства почти вся построена на экономических каких-то тихотомии, бедные, богатые, прикидывающиеся богатыми по-настоящему богатые, думающие о деньгах и позволяющие себе не думать о деньгах и так далее, живущие праздновения. То есть вот эта тема, как бы, она немножко поворачивается таким еще экономическим ключом. Но самый идеологизированный аспект – это, конечно, фильм, который я считаю шедевром чешского пропагандистского кино, это фильм о концерт дневных в Чехии или «Как утопить доктора мрачка». И вот здесь очень можно легко увидеть, да, это одна из сцен в самом начале фильма, вот эти бедные люди, которые как травы работают на своих богатых родственниках, и вот в финале фильма они на пароходе, да, могут позволить себе кататься по реке и смотреть на этих богатых родственников, которые практически в концлагере должны отрабатывать все свои грехи и так далее и тому подобное. И, соответственно, идеологизация, насыщение вот этой идеологизации, вот в этом фильме «Как утопить доктора мрачка», который был уже снят в начале 70-х годов, она отражает еще и несколько волн борьбы с чужими людьми. Это были несколько кампаний, которые начались еще в начале 50-х годов одновременно с его политическими процессами против противников коммунистической партии или против неправильных коммунистов. И потом это были буржуазные профессионалы, потом это были ревизионисты после 68-го года. Но все фетиши всех трех кампаний можно увидеть в имидже вот этим главным героем. И, собственно, сейчас я вам хотела бы показать отрывок из этого фильма, чтобы вы могли оценить и попробовать задать себе вопрос, это действительно такой пропагандистский ход или это завуалированная игра вот с этими кампаниями против, в общем-то, таких же чехов, как и мы. в том числе, если сейчас получится. Конгресс, на который приезжают водяные, естественно, он проходит в Гамбурге. И вы увидите, как они выглядят, как воспроизводятся все клише с советской пропагандой относительно житворного западного влияния и вместе системы какие-то другие вещи. Ужасный инцидент, когда, вы понимаете, мы теряем определенные убытки, и чем дальше, тем больше. Мы никак не можем найти новые души. Это же угрожает вообще существованию всех водяных паров. Недавно произошел вообще ужасный инцидент, когда вы сделали переливание крови одному из наших водяных. Естественно, он стал смертным, а другой перепутал гусинную кровь с другой, и что в результате? Ему хочется, хотелось зельце, так и новое зельце, но что он его съел и превратился в человека. Я обращаюсь, господин Вассерманов. Вассерманов, вы должны брать примеры из других регионов. Ужасный инцидент. Ужасный инцидент. Человек, начаровательная вещичка. Прикатая. Вот это нарастание как бы действительно идеологической компоненты в представлении мира чужих, оно, соответственно, и коррелировалось с тем, как представлялась вот эта молодая женщина, которая вынуждена в этом мире чужих находиться. Я думаю, я нуждаюсь в вашей помощи. И чем более жестко было показано вот это несоответствие мира, тем более жестко фильм наказывал людей, которые представляли это чужой мир, потому что в финале фильма те, кто обладал властью, кто творил прейсбол и так далее, они оказываются на самом социальном дне вынуждены из последних сил просто кормить себя. И вот это даже более жесткое и страшное наказание, чем, например, попасть в тюрьму или еще что-то, потому что это прокормить себя и стать бедным. То есть это вот такой момент, который четко ассоциировался с тем нездоровым, морально неоправданным образом жизни. Кроме того, во всех фильмах действует женщина-антагонист, даже две женщины-антагонистки, которые препятствуют переходу против протагониста в этом новом мире. Ну, в «Золушке» вы помните, что есть мачеха и есть ее дочери, и ее дочери в других «Золушках». Соответственно, в фильме «Как утопить доктора мрачка» это тетя, тоже родственница в том или ином смысле, которая обладает силой, обладает волшебной палочкой и постоянно в качестве наказания превращает главную героиню то в сосиску, то в тряпку, то еще во что-то. А в «Сказке о Саксане» это учительницы, которые учат их трудовству и которые постоянно говорят о том, как это должно быть. И вот это формирование антагонистов, оно очень четко основано на двойной морали, на морали того, что ту же самую девственность или ту же самую любовь, девушка-антагонистка, она продает за выгоду, за деньги, за благополучную жизнь, что она думает в первую очередь о своем благополучии и совсем как бы не ведет себя естественно. То есть думать о своем благополучии в рамках вот этих фильмов, которые посвящены одомашними женщинам, или направленным поддержанием этого дискурса домашними женщин, неестественно. И это элемент опять-таки социалистической пропаганды, потому что социалистическая пропаганда в Чехословакии говорила о том, что лучше заниматься сексом по любви, чем заниматься им ради денег. И если, например, проституция жестко нахазывалась, то все, что касалось регуляции интимной жизни, это было достаточно либерализировано. И в этих фильмах тоже есть опять-таки вот этот элемент, потому что, например, в фильме про Саксану, девушка, которая попадает в школу и учится среди подростков обычных, есть момент, когда приходит молодой человек вот в эту школу, его принимают за принц, и как его начинают соблазнять ради того, чтобы поймать этого принца. И на этом фоне ведется диалог о том, что, чтобы поймать принца, нужно использовать все свои компетенции, все свои способности и так далее и тому подобное. Следующий общий элемент, который здесь присутствует, это отношение к достаточно смешанной отношению к сексуальной инициации, потому что, поскольку Яна, главный героиня фильма, как вот эта доктора Мрачка, вот-вот может уйти из семьи и вступить в партнерские отношения с человеком и перестать быть русалкой, тетя вешает ей на шее медальон. Такой медальон синего цвета означает, что все в порядке, но как только он станет красного цвета, означает, что она имела сексуальный контакт, она перестала быть водяной. Потом, очень смешно было, на это обратили внимание чешские зрители всегда обращают внимание, у Золушки до конца фильма не дойдем, на шее остается синим цветом. Ну и, собственно, одна и даже актриса, раскадровка постановка кадров очень похожа, и фильм был снят после доктора Мрачка, и поэтому для чехов посмотреть «Ряришка до Золушки» в этом нет ничего святого и детского, и это всегда повод для очень сильных скабрезных шуток, которые соотносятся с предыдущим фильмом. То есть сказка воспринимается очень сильно контекстно, и эти контексты сильно отличаются от тех, к которым прибывали, например, мы. И вот как раз в этой сексуальной инициации, поскольку очень сложно сказать, что Маркыч говорил о сексуальном юбюте или о декларации, еще чем-то, это именно инициация, поскольку там есть момент, когда женщина должна ради интимных отношений отказаться от всех предыдущих удовольствий. И, по сути, единственным источником удовольствия, который приписывается взрослой женщине, становится секс. Это как раз то, что и коррелировало с всеми пропагандистскими компаниями, которые говорили, что современные женщины живут полноценной жизнью, и полноценная жизнь включает в себя не только работу, не только материнство, не только благополучие достаток, который обеспечивает мужчина, но и полноценную сексуальную жизнь. Собственно, это был бы тот, наверное, момент, который действительно и расположил женщину, очень активно пользоваться гормональной контрацепцией. И с этой точки зрения мы можем говорить об амбивалентности идеи девственности, от которой Яна хочет избавиться. И она говорит, девушки в моем возрасте уже давно все не девственницы. Ну, когда я вешу этот медалён на шее, она говорит, что в этом такого? Мне уже 17 лет. Почему я должна быть другой? И вместе с тем, то есть это помеха, это барьер, который не мешает вступить в эту человеческую жизнь и быть среди людей. Вместе с тем это сверхъестественная сила, потому что как и Золушка, как и Саксана, будущая девственница, она обладает кучей возможностей вносить в жизнь людей с умом. И вместе с тем этот дар, который она может принести водяному, которого ей навязывают тетя и дядя, не нуждая выйти там замуж за правильного водяного и остаться в клане водяных. Или она может принести этот дар человеку, который его любит. То есть эти моменты, вот эта множественность интерпретации этой сексуальной инициации придают этим фильмам вот такой момент, что ты можешь это интерпретировать как угодно. Как это интерпретировать чешские зрители – это отдельный вопрос. Но это очень интересно. Как я уже говорила, только один фильм содержал в себе прямой, как бы указанный на этот сценарий, но анализ двух других фильмов указывает на очень насыщенные сексуальные символы, когда мы можем видеть Золушку, которая скачет на коня, а не на лошади. То есть я смотрела фильм со студентами, они очень часто говорили, не могла женщина в средневековье скакать на коне. Она должна была скакать на лошади. Вот в нашей сказке вот это так сделано, потому что… отдельно это тема туфельки, отдельно это тема, когда Золушку сидит на дереве и говорит принцу, лезь ко мне наверх, а он говорит, не спускай все ко мне и так так далее. То есть все, что касается фильма о девушке, попавшей из школы для волшебников в школу для обычных детей или подростков, там свои символические ряды, они достаточно там даже на фотографии видны. Одно из замечаний студентов, когда мы говорили о возможности такой интерпретации, они говорят, юбка с Оксаном становится короче и короче. То есть по мере фильма она приходит в этот мир людей в длинном платье, по ходу фильма как бы эта юбка становится короче и короче. И именно эта тема очень привлекательна для зрителей, в том смысле, что она позволяет связывать детские фильмы совершенно тем, что не считалось детской тематикой. Вместе с тем удивительным является вот это противопоставление огромного человеческого капитала женщине и ее депривации с точки зрения доступа к социальной связи. То есть в каждом фильме используется там или ином объеме имидж сиротки. То есть это девушка, лишенная какой-либо социальной поддержки, которую она может обрести, только получить гарантированные и нестабильное отношение с мужчиной. То есть другого способа обналичить свой человеческий капитал, чем найти себе постоянного партнера, автофильму не видеть. И вместе с тем, если для девушки так важно обналичить этот свой капитал, для окружающих, в том числе для любящего мужчины, не менее важно помочь ей избавиться от этого дара и от этой сверхъестественной силы, поскольку она вносит не только безбалансно, но просто опасно. Когда в каждом из фильмов, в общем-то, герой практически находится на грани жизни и смерти из-за того, что эти девушки обладают даже сверхъестественной силой, когда они могут превращаться в животных, когда они могут приводить из мира мертвых мир живых и так далее и тому подобное. Здесь мы можем вспомнить все обсуждения о контакте и о близости, и о том, что не физический контакт и не физический опыт делают женщину женщины, а именно Микки устойчивые отношения из книги «Дравтору секс» Симона Девуа. Причем опасность это не только для близких людей, но это опасность и для окружающих. Например, Соксана не понимает, как она пользуется своим даром, она превращает весь школьный коллектив в зайцы, потому что ей так хочется, потому что они ей так мешают. Или Яна, которая, в общем-то, как бы участвует в заговоре против мужчин и влюбленного в нее, потому что он хочет смести их дом, но потом она как бы одумывается и спасает его, и не спасает его ни один раз. То же самое с Соксаной, которая попадает в психиатрическую клинику и там определенным образом тоже наводит свой порядок. То есть вот постоянно идет противопоставление этой женщины, обладающей сверхъестественной силой, тому общественному порядку, в котором как бы мы живем и который нам гарантирует стабильность и благополучие. Сейчас я просто хочу показать второй отрывок, это когда с Соксаной попадает в психиатрическую клинику и вот как там вот идет это противопоставление ее дара и вот этого заведенного социального порядка. ГОСТНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...